Добрый день, дорогие друзья и коллеги! Это первый выпуск передачи «Что делать в новом 2016 году». Я надеюсь, что все отлично отпраздновали Новый год и все остальные праздники отдохнули в рождественские и новогодние каникулы. Не буду скрывать, передача наша идет в записи. Мы, возможно, какие-то события с самого начала года этого пропустили. Так что вы нам простите, но сегодня мы обсудим 2015 год, события 2015 года в истории России, даже, можно сказать, в истории Европы и мира. Так как нам видятся здесь хорошо вам известные люди, они неоднократно понимали участие в передачах «Что делать?». Я их попрошу... Вот я отталкиваюсь от того, что не обсудить тенденции, которые возникли, пресеклись или ярче всего появились в 2015 году, нельзя. Вот остальные годы меньше, больше, но можно было игнорировать. Я сейчас вас попрошу прямо сходу отметить, вот в той сфере, которой вы, как аналитики, прежде чем занимаетесь, важнейшие это тенденции, дальше обсудим их. Но просто обращаю внимание, вот как мне кажется, что одни, применительно в первую очередь к внутрироссийским событиям, ну и в том смысле, в котором они выплескиваются на европейской пространстве, там до Сирии сейчас, до Ближнего Востока, одни, особенно это связано с событиями в Крыму, одни считают, что это 2015 год как продолжение 2014-го, и даже больше, это год максимальной консолидации нашего общества, а другие считают, что это год максимального раскола, и в том числе максимальная неудача нашей политики, внешней политики, поскольку мы там опять перессорились со всем миром, как утверждают, и внутренней политики, поскольку вот этот раскол есть по отношению к событиям Крыму, к Донбассу, Киеву, ну и так далее. Вот, если можно, сходу выскажите, вот в этом смысле, как вы оцениваете 2015 год, ну и далее вот эти основные события, тенденции, потом обсудим, ну как, Юрий Сергеевич, с вас начнем? Ну, знаете, это неудача, что вы начинаете сменять, потому что есть... Мы можем начать с Дмитрия Габинцевича, в обратную сторону. Против часовой стрелки, но... Ну, у меня очень широкий, на самом деле, профиль. Вот. Но на самом деле 2015 год, 2015 год, по целому ряду направлений, по внутренней политике, по внешней политике, по экономической политике, точно переломный. Это факт. Вопрос... Обращаю внимание, что вот в этой передаче несколько раз, я сейчас не буду вспомнить, какие точно годы, но вот называли, что этот переломный, этот переломный. Ну, раз в пять, так точно было. Ну, каждый год переломный. Поэтому подтвердите вот свое. Особенность именно этого года даже не в том, что были знаковые события, а в том, что ломался тренд как таковой. Я напомню, 2014 год мы жили как бы в ситуации, ну, внешнеполитические, кстати говоря, с экономической точки зрения тоже, вот такой постукраинский. С экономической точки зрения на Российскую Федерацию были наложены санкции. Это был одним из катализаторов тех процессов, которые происходили в том, что и в экономике. Мы перешли к однолетнему бюджету в этом году. Тем не менее, тренд как раз летом этого года начал сламываться. В чем особенность? Схема, при которой активно происходило противостояние Российской Федерации, кстати говоря, по вопросу экономики и по вопросу внешней политики с Европейским Союзом, он начинал, он принципиально стал меняться после Сирии. Сирия – это ключевое событие, кстати говоря, как в экономике, так и в политике. Вот. Переломный характер его заключается в том, что Российская Федерация начинает представлять свою повестку внешнеэкономическую, внешнеполитическую. Если раньше уровень был, ну, восприятие, в крайнем случае, мирового, в том, что это региональная держава, которая имеет свои интересы в каком-то отдельно взятой территории, а вот все остальные вопросы – это вопросы глобальных проектов, из которых из этой сферы Москва давно вышла. Вот. И здесь впервые, я бы даже сказал, самый первый раз это все-таки было с химическим оружием в Сирии, когда Москва начинает диктовать повестку. Она начинает ее формировать. То есть военная кампания, как и сам политический проект урегулирования, это принципиально новая позиция, это принципиально новое качество власти, которое выставляет совсем другого типа вызовы, которые строят перед страной. И с экономической точки зрения, и с политической точки зрения, и с социальной. Вот в этом, на мой взгляд, то наследие 2015 года, которое будет определяющим в ближайшие лет пять точно. Владимир Владимирович, 2015 год. Вы помните, что по-прежнему Госдуму обвиняют в том, что она это штампует законы бездумно почти? Тут какие-нибудь переломы есть? 2015 год, конечно, был крайне насыщенным, крайне противоречивым. Но, мне кажется, одно событие стоит вспомнить. Это, конечно, Парад Победы. 70-летие Парад Победы. И вот такая удивительная консолидация общества, которая была вокруг идеи «Бессмертный полк». Реально очень многие члены нашей семьи думали о том, где найти портреты тех людей, которые ушли из жизни. И 70-я годовщина была еще очень важна. И в связи с тем, что, мне кажется, это одна из последних таких годовщин, из последних юбилеев, когда еще присутствовали люди того поколения. И это уход эпохи. Но для нас крайне важно зацепиться, если угодно, за эту историческую память. Поэтому это может быть не в моей области, но, тем не менее, я бы хотел напомнить это событие. А вот политическая реформа, она у нас идет или не идет? Вы ощущаете этот процесс? Или это уже все в долгий ящик, политические реформы? Вы знаете, я сейчас подумал, когда вы говорили, задавали вопрос о политических реформах, что в смысле реформа нам в этом нет никакой нужды. Вот в таком глобальном термине реформа нужно заставить, условно, я говорю, заставить те политические институты, которые в настоящее время сложились, просто работать эти политические институты. Если мы говорим о политических партиях, то они включились в такой очень сложный процесс выборов в Государственную Думу. И, кстати, если говорить, мне представляется, что один такой вызов для политических партий, поэтому институт политических партий должен развиваться. Что касается самой политической структуры общества, то есть гражданское общество, довольно много институтов гражданского общества. Единственное, что они должны реально бороться за своё место. То есть иногда они пытаются это делать, иногда это не получается. Вот эта тема НКО, там, хороши они или плохи, у меня сомнения в полезности большинства из них, но это другой вопрос. Она вот действительно весь год 2015-й звучала, там, со скандалами, там, с предложениями. Вот в этой связи, по-моему, партии как раз у нас уходят куда-то на второй план и общественные интересы. Я думаю, что это несколько искусственная вещь. Понятно. Светлана Владимирович, вы, естественно, о чём выводы можете говорить, но ждём от вас оценки и относительного, ну, того, что обощённо своём российско-украинские отношения, вот в этом смысле 2015-й год, что для вас, что показал, ну, и что ещё хотеть сказать для начала? Ну, во-первых, российско-украинские отношения нельзя рассматривать вне контекста общих глобальных отношений, да, потому что кризис-то глобальный, не украинский, не российский, и тем более не российско-украинский. Вот, во-вторых, ну, я бы, наверное, охарактеризовал бы себя как оптимиста в том отношении, что пессимист всегда говорит, что хуже уже не будет, а оптимист говорит, будет-будет. Так вот, тенденции, заложенные в 2015 году, позволяют мне не просто с высокой, а с абсолютной долей уверенности утверждать, что в 2016-м будет хуже. Причём, кстати, хуже во всех сегментах этого самого глобального кризиса. Ну, во-первых, турецкая провокация произошла в конце 2015 года. Следовательно, можно и даже нужно ждать продолжения подобного рода провокаций и активизации Турции, как явно антироссийской силы, вот сейчас на Ближнем Востоке. А это ведёт к нарастанию прямой военной угрозы. То же самое могу сказать об Украине. По сути дела, в конце 2015 года Украину снимают с финансирования. Международный валютный фонд дважды переносит выделение очередного транша кредита. И, по сути дела, уже не выдал Украине 3 миллиарда долларов. 1,7 не выдал в октябре. А потом 1,7 плюс ещё полтора миллиарда, которые были декабрьские, которые должны были быть объединены теперь уже в один транш. Вот эти деньги не выделены. Но она же рухнет, Украина неизбежна. Я вообще-то уже давно говорил об этом в прошедшем времени. Потому что, понимаете, когда говорят о дезинтеграции Украины, ну так, между прочим, в 2013 году Крым и Донбасс были Украиной, а сейчас нет. Нет, это да. Но я имею в виду, когда просто нет денег, там это дефолт и госкомпания идёт. Я про это говорю, что будет хуже. Да, она рухнет. Потому что, я представляю, Европейский Союз тоже финансировать не хочет. Соединённые Штаты в декабре месяце 2015 года отказались гарантировать украинский долг России. Я, конечно, могу ошибаться в оценке событий, но я думаю, что люди, которые непосредственно в эти события погружены, вряд ли ошибаются. Значит, олигарх и бывший губернатор Донецкой области по версии Хунты Тарута говорит, Украина просуществует 8 месяцев. После этого олигарх и партнёр Лёвочкина, который окормляет оппозиционный блок, который фактически был приводным ремнём Майдана, господин Фирташ говорит, Украина просуществует до весны. Ну, весна – это и март, и май, но это 3-5 месяцев. Потом ещё кто-то, я уже не помню кто, из олигархов и руководителей государства говорит, у Украины осталось 6 месяцев. Ну, видите, все пляшут примерно вокруг одной и той же цифры, которая заканчивается где-то, так сказать, в середине 2016 года. Я думаю, что они исходят примерно из понимания того же, о чём говорю я, что когда у государства прекращаются, исчезают деньги на его содержание, и в этом государстве в наличии, по сути дела, бесконтрольные вооружённые банды, которые надо либо платить, либо занимать их войной, то государство может либо активизировать войну в Донбассе, либо ждать мятежа. Но, скорее всего, эти вещи будут взаимосвязаны. То есть поражение в Донбассе приводит к мятежу, а мятеж приводит к поражению в Донбассе. Значит, неважно, что начнётся раньше. И в любом случае это приводит к развалу украинского государства. А дальше, есть ещё один приятный момент в 2016 году. В 2016 году заканчивается каденция президента Обамы. И поскольку мы все прекрасно знаем, как проходят политические процессы в Соединённых Штатах, это означает, что конец, ну, к минимуму, последний квартал 2016 года и первый квартал 2017 года в Соединённых Штатах – это период политического затишня, в том числе снижения их активности на международной арене. А поскольку Соединённые Штаты, так же, как и мы, вступили в глобальную конфронтацию, находятся в состоянии глобального кризиса, перед вот этим политическим затишням надо зафиксировать какой-то промежуточный финиш. И, следовательно, во всех болевых точках они будут работать на фиксацию этого промежуточного финиша. Так как у нас диаметрально противоположные интересы, это значит, что они будут пытаться зафиксировать этот финиш во вред нам. Да? Если позволите. Сейчас, секунду, Руслан Владимирович. По 2015 году относительно Украины, то есть фактически это год, который ничего не решил, в силу сложившейся конъюнктуры, продлил агонию вот этого Порошенковского режима, ни одну из проблем не снял, ну, кроме того, что там некое утихомение военных действий, они в конце, во второй половине не так активно велись, как до того. Но проблема абсолютно осталась той же самой. С моей точки зрения, американцы, если бы они не заблуждались по поводу жизнеспособности этого режима, должны были бы его снять с удовольствием еще в конце 2014 года. Но они, очевидно, решили, что они каким-то образом в состоянии не продлить его огонь, а стабилизировать. Сейчас они поняли, что они его стабилизировать не смогут. Понятно. Ну, а с моей точки зрения, это был тревожный год. Это год собирания грозовых туч. Вы знаете, никогда еще столько раз меня не спрашивали вопрос, кстати, сказать, не публично большую часть спрашивают, а Третья мировая война вообще будет? Да, это нужно признать, что это один из самых популярных сейчас вопросов. И его не теоретически, не с юмором задают, это вполне конкретно и вполне тревожно, да? И действительно, вот в головах у огромных, у миллионов людей в головах этот вопрос. А это... Что само по себе опасно психологически. Да, совершенно верно. И это, в общем-то, является отражением реальных тенденций. Нарастание процессов даже не просто неопределенности, я сказал, хаоса. Вот смотрите, год начался в страшном теракте Парижа, потом продолжился этими страшными терактами, одновременно цунами буквально беженцев, то есть самый такой вот азис благосостояния мирового. О котором весной даже как будто не подозревали, вообще не было такой темы весной еще прошлого года. Да. И вот это абсолютно неожиданное для нас ухудшение отношений с Турцией, когда вдруг сбили самолет, не признали вину, не захотели сочувствовать, а просто сказали, ну так оно есть, все так все и будет там и так далее. Это ошокировало во многом российскую внешнюю политику, которую рассматривал Турцию, безусловно, как дружеское государство. И я бы сказал так, еще более жестко. Мир ждет чудовищного теракта или войны. Вот мир в ожидании этого. Чего-то такого... Первое, да. Но насчет войны я думаю... Но то, что теракта ждет чудовища, это я согласен. Да. И от какого-то такого чудовищного события, связанного с насилием чисто физическим, из которого будут уже сделаны серьезные настоящие выводы. Что касается отдельной России, то вот этот правильный вопрос вы подняли, что консолидация общества или раскол. Я бы сказал так, безусловная консолидация общества и бессмертный полк – самое яркое проявление. И безусловный раскол элит. Часть элит говорят, мы Россией будем независимой страной. Часть элит говорят, мы должны сдаться и капитулировать, потому что Запад богаче нас, сильнее нас, и потому что он лучше вообще нас. И вот это в том числе означает и некий раскол между обществом и элитами. Это будет иметь, к сожалению, негативные, я думаю, последствия, которые, возможно, проявляются в рамках уже думской кампании и так далее. Юрий Сергеевич. Ну, вот Сергей Искалов, политолог, я себя скорее историком считаю, поэтому мне хочется смотреть как историку. Вот все, кто говорил до меня, говорили, я совсем с этим согласен, все это очень важно, но мне бы хотелось посмотреть с точки зрения человека, просто обычного человека, не с точки зрения войны, невойны, мира или государства, а с точки зрения человека. Вот раскол общества – действительно важный вопрос, который вы поняли. Или консолидация. Консолидация, конечно, хорошо, но я, как историк, помню некоторые консолидированные общества в 20-е, 30-е, 40-е годы прошлого века, которые плохо закончили свое существование. Что касается раскола, раскол, конечно, плохо, но и единообразие тоже плохо, как мы знаем. Хотелось бы не раскола, а конкуренции, оппозиции, вот о чем мы говорили, про партиях и так далее. Но я все-таки о человеке. Вот смотрите, я просто какие-то цифры, не будучи экономистом, выписал. В ВПС наизовался на 4,6 процентов. От экспорта получили на 30 процентов меньше. Импорт на 40 меньше. Объем внешней торговли упал на 35 процентов. Значит, сразу ухудшение здравоохранения, образования, ЖКХ, наука и так далее. Значит, инфляция 14 процентов. Продукты подорожали на 22 процента. Медикаменты на 24 процента. То есть с точки зрения простого, обыкновенного человека, жизнь, безусловно, в 15-м году ухудшилась. Безусловно, у подавляющего большинства людей. И я думаю, что это очень важная, это, кстати, очень тревожная тенденция. Тем более, что, скажем, по прогнозам Всемирного банка, спад продолжился в 16-17 год, а потом некоторое время будет стагнация. То есть особого выхода и света в конце туннеля пока не видно. Это очень важно. В силу определенных биографических обстоятельств я в этом году оказался не исследователем государства, не писателем на тему российского государства, а неким, так сказать, человеком, который встретился с аппаратом государства. Я абсолютно точно понял, что человек абсолютно незащищен у нас. Вот на своей собственной шкуре, не как академик, директор института я был долгое время, а просто как обычный гражданин Российской Федерации, я увидел абсолютную незащищенность человека, что меня тоже, разумеется, не радует. То есть все эти события совершенно справедливо, боятся войны. Меня страшно пугают эти разговоры, как и разговоры о возможности ядерной войны. Например, в советские времена это было абсолютно табуизировано и невозможно. Что-то там генералы, наверное, думали, естественно, и должны были думать. Но когда сейчас эксперты по телевидению начинают говорить, у меня как-то становится не очень хорошо. Что меня еще беспокоит, изоляция России в мире. С Евросоюзом мы разругались, может быть, и не по нашей вине. С Америкой, вот вы говорите, глобальная конфронтация, все есть, говорят, но ведь и с Китаем ничего такого особенного не получается, судя во всяком случае по торговым отношениям, тем более мы такой ресурсно-сырьевой придаток скорее, нежели, что ли, такой полноценный партнер. Мы Европа тоже ресурсно-сырьевой придаток, а из 300 миллиардов, которые вы описываете, значительный чай денежных средств это инвестирование российскими же компаниями в российскую же экономику. Посмотрите, я не спорю. Я говорю о том, что я сейчас привожу эти цифры, вот я их прочел в этой статье, там этого нету, но я не вижу и каких-то вот таких вот потенциальных союзников и друзей, с которыми Россия вот в этот период хаоса и неопределенности вступает. Да, пожалуйста, следующий круг разговора. Я хочу задать такой вопрос. Вот я со многим согласен, в том числе я скорее пессимист, чем оптимист относительно ушедшего года, в том числе и с тем, что Юр Сыдей здесь перечислил. Во многом. Но все-таки есть вещь, вот любят ссылаться на эту Столыпинскую фразу, что дайте нам 20 лет спокойствия, или как там, значит, вы не узнаете Россию. Но вот что-то, видимо, с Россией, видимо, страна такая, нация такая, что то ли нет этих 20 лет спокойствия, то ли когда они есть, а вроде бы были там. Ну, если надо просить чеченскую компанию, то не получается в момент спокойствия. Каждый начинает вот это в атомизированном обществе заниматься выращиванием своей герани. Только у одного герани такая вот за 300 рублей, или там за 250 на окне, а у другого герань золотая, с бриллиантами висит. А дальше, когда возникает вопрос «Хамон или Крым?», вот тут начинаются процессы, тут начинается политика, тут начинают приниматься решения. И тут я вижу людей, оппозицию, не оппозицию. Вот я сразу вижу тех, кто говорил о демократии, о национальных интересах, потому как они отвечают на этот вопрос. Кто за «Хамон», а кто за «Крым?». При этом ещё ведь люди, даже некоторые не знают, что для кого-то «Хамон» – это вообще слово загадочное. Вот как вы относитесь к тому, что Россия – страна крайности, или там как угодно это можно обзывать, но это реальность, это суть нашей страны. Вот эти 20-30 спокойных лет, они скорее расхолаживают общество и политическую систему. И, кстати, главный вопрос относительно «Крым или Хамон» – это к народу. Понятно, что общество в целом выбирает. Это как раз вопрос к элите. Я к тому, что вот идейная, идейно-психологическая составляющая вот этого 2015 года, как вам представляется? Ну, вообще, как правильно было сказано, самоопределение происходит только после проблематизации. То есть в базе, в основе самоопределения должен быть… То есть человек выходит в позицию, когда он видит определенный разрыв. И вызов определяется, на самом деле, позицией человека. И сейчас проблема-то заключается в том, что многим игрокам, которые уходили от позиционности, приходится определяться. Вот этот 2015 год поставил стену. Теперь в эту стену нельзя пройти, как бы… Ее нельзя пройти, надо уже перед ней определиться. В какую сторону из дверей ты будешь заходить? И мне кажется, хорошо, что эта стена была выстроена. Ну, в том плане, что вопрос был принципиально поставлен. Действительно, наша бы экономика, это точно не выдержало бы 15 лет неопределенности. Вот. И сейчас она, в принципе, в эту стену пьется. С другой стороны, надо понимать, что 2015 год, на самом деле, расставил очень многие акценты, разрушал целый ряд мифов, которые как раз это отсутствие этой позиции и формировало. Если кто-то думает, что самая большая оппозиционная партия у нас будет право-либеральное, это очень и очень и очень слабое представление о российской политической реальности. У нас самая оппозиционная партия, это будет КПРФ. И самая массовая. Дмитрий, да, извините. Вот то, что сейчас Дмитрий сказал относительно про это, очень интересно. Все годы последние доказывали, что самая большая оппозиционная партия действительно КПРФ, а не демократическая выборка России. Но все говорили, что это не так. Нет, просто еще из 90-х годов, опасность, красная угроза. Здесь проблема заключается не в том, что у нас будет, естественно, праволиберальная страна, например, условно говоря, или которая есть сейчас. У нас проблема будет в том, что она будет левая. Левая. Чего и боится. Нет, я говорю про то, что проблема праволиберальной системы заключается не в том, что не дают инструментов, чтобы создать партию. Было правое дело, была гражданская платформа, позиции может быть стоять сколько угодно. И сейчас эти позиции присутствуют. Гражданская инициатива. Было бы желание, Парнаса, например, спокойно можно было собраться. Но проблема-то заключается в том, что реальная электоральная база здесь будет левая. И, естественно, переговорщики, которые придут после этого, это будут, соответственно, не эти игроки, это будут совсем другие люди. И проблема-то как раз заключается, что эти позиции появляются только в ситуации предельного самоопределения. А результаты этого самоопределения мы сможем переварить? Когда будет институциализирован, например, правый национализм. Институциализирован он будет после ситуации в Париже. Когда, соответственно, будет институциализирован политический ислам, то, что сейчас будет происходить. Вот с чем мы столкнемся, мы столкнемся с позициями. Мы очень долго из этих позиций людей выбивали, а сейчас они в них встанут. И вот это будет очень большая проблема. Вы задали, думаю, один из самых драматичных вопросов для России. Мне как-то приходилось разговаривать на эту тему с Юрием Маслюковым. Он же был, кроме того, что он был очень серьезный организатор промышленности, и многое то, что мы видим на параде, это на самом деле было создано в его время. И вот он говорит, что, знаешь, одна из самых сложных задач, над которой постоянно думаю и обсуждаю со своими друзьями, почему Россия каждый следующий рывок делает только за счет исключительного перенапряжения и огромного количества жертв. И для нас, мне кажется, в настоящее время нужно все сделать для того, чтобы был рывок без этого суперперенапряжения и уж ни в коем случае без количества жертв. Почему? Потому что Юрий Сергеевич, может быть, здесь подтвердит, у нас нет запаса больше на это количество жертв. У нас просто нет запаса людей. И поэтому для нас очень важна вот эта поступательность сужения. Вот это все пугает, что сейчас у вас тут мобилизация, переходящая в сталинизацию и гулагизацию. Никто сейчас всерьез даже ничего подобного не думает. Жертвовать-то можно жизнями, но можно пожертвовать деньгами. Например, деньгами миллиардеров, налоги больше установить. Я отталкиваюсь от вашего вопроса, вы его задали. Почему в России... Нет, я просто к тому, что меня очень пугает этот разговор, что без жертв, отсюда сразу вывод, что как будто вот уже готовы при всем... К счастью, к счастью. В Думе там уже закон лежит об устойстве шабашек, гулагов, там и больше всего. К счастью, в настоящее время я не вижу ни одного здравого человека, ни, условно говоря, в тех людях, которые непосредственно находятся во власти, ни тех, которые представляют оппозицию, которые бы кто-то говорил серьезно совершенно о необходимости действительно какой-то такой, знаете ли, супер жесткой машины, которая может только вывести общество и государство. То есть такого рода проблемы, по крайней мере, в умах не существует. И я надеюсь, что нам действительно удастся все это миновать. Я посмотрел сводку 2015 года. Если 2013 год был благостный, то вся сводка 2015 года – это война, это военное событие, она вся покрывается. Поэтому мне кажется, что для нас очень важно, и президент может для этого делать, чтобы вот этот корабль как-то спокойно провести через эти годы. Я просто к тому, что противоположное... Возвращаясь к тому, что вы обсудили с Сергеем Санычем, значит, это в предыдущей части ожидание глобального некого катаклизма или глобального теракта. Все дело в том, что это, знаете, у нас здесь проявляется такое евроцентриское понимание. Глобальный конфликт или контакт, или глобальная катастрофа уже есть. Причем она под боком. Это глобальная катастрофа, которая затрагивает десятки миллионов людей Востока. И на всякий случай цивилизационно она затрагивает христианские корни, те, которые есть на Востоке. Они не просто уничтожаются носители этих корней, они уничтожаются. Уничтожаются сами исторические памятники. Поэтому мы просто думаем примитивно, может быть, к Европе, что что-то должно быть глобальное. Глобальное уже происходит. Не нужно ждать, нужно уже реагировать на то, что есть. Я думал, вы хотели успокоить. А вы наоборот. Еще конец бензина туда. Да, Слава Ильич. Спасибо. Я хочу вас поблагодарить за удачное сравнение. Крым или Хамон. А это жизнь. Креативный класс, вернее. Креативный класс задал этот вопрос со всей определенностью. Принял болезнь. Нет, ну вот, понимаете, я думаю, вы сами не обратили внимания на всю глубину вопроса. Вернее, на всю глубину поставленной этим сравнением проблемы. Ну, с согласностью глубоко. Вот смотрите, народ-то, в принципе, должен выбирать не абстрактный Крым, который 90% никогда в жизни не увидят, а конкретный Хамон, который в том или ином виде, пусть не испанский, пусть не совсем Хамон, значит, мы едят все. То есть, по идее, народ должен выбрать колбасу. Ветчина. Ну, ветчина, колбаса, да. А выбирают территории. Хотя, казалось бы, какая раньше, Крым, Маньчжурия, да? И консолидация происходит именно вокруг этого самого... Абстрактного. Да, вроде бы как абстрактного Крыма. Значит, в то же время элита раскалывается по вопросу о Хамоне. Ну, на две части. И элита, выбравшая Хамон, уже вроде бы как не совсем элита, а если и элита, то уже не совсем национальная. По одной простой причине. Мы можем в рамках, так сказать, свободы совести, свободы мнения, свободы дискуссии, свободы пресса, значит, совершенно уравнять эти позиции, да? Ну, неважно, человек свободно выбирает или Хамон, или Крым, да? И вот этому они становятся не лучше, не хуже, вроде бы. Но когда 90% народа, избирателей, граждан страны выбирает Крым, то та часть, которая выбирает Хамон, должна либо мириться, либо они становятся изменниками Родины, если они начинают бороться. И причем ведь консолидация вокруг Крыма происходит не случайно, потому что Крым фактически стал символом России сопротивляющейся, России, которая начала бороться и успешно бороться, хотя бы на этом этапе, да, за свои геополитические интересы, значит, который, а, кстати, эта борьба в прямую отражается на народе. Далее, в этой консолидации, да, есть, безусловно, не только позитивные черты, в этой консолидации действительно есть великая опасность, потому что вот такое консолидированное большинство, оно диктует повестку дня не просто элитам, оно диктует повестку дня власти. И, ну, надо понимать, что, в общем-то, это политически не профессиональное большинство, которое исходит из простых решений. И поэтому мы действительно сейчас часто слышим, почему Россия до сих пор не воюет во всех точках планеты, что нам стоит послать авиацию, флот или танки, да, это с одной стороны. А с другой стороны, мы действительно постоянно слышим в внутренней политике взять всё и поделить. Неважно, там, у кого взять, у олигархов, у тех, у других, но, наконец-то, установить социальную справедливость. А в условиях, опять-таки, существующей серьёзной внешнеполитической опасности, в условиях существующей конфронтации с достаточно серьёзным противником, социальная стабильность внутри страны – это один из необходимых элементов, это то, что должно достигаться в первую очередь. Поэтому я не раз говорил, что, с моей точки зрения, вот та часть элиты, которая выбрала ХАМОН, она ведёт себя крайне неразумно, когда педалирует свой выбор. Угроза радикализации общества и угроза радикализации его на крайне правых и крайне левых позициях – то есть, с моей точки зрения, очень серьёзно. И здесь мы не окажемся в стороне… Точно так же мы никогда не окажемся в стороне от общемировых экономических процессов, мы не окажемся и в стороне от общемировых политических процессов. Да, Сергей Александрович, да. Я вот уже говорил о том, что, как бы, вот этот год был годом собирания грозовых туч. Эти грозовые тучи, в том числе, вокруг России собираются, и в России одновременно, по другим во многом причинам, формируется очевидно потенциал для изменений. Формирался. Очень-очень значительный. Ведь сейчас у нас, вот по сути дела, зашла в тупик предыдущая модель развития. И она не может идти дальше. В чём смысл этой модели развития? Очень просто. Мы на нашу, продаём нефть и газ, за это привлекаем западные технологии, инвестиции, и за счёт этих западных технологий производим модернизацию страны. Собственно, по многому это Пётр Первый делал так, так большевики во многом делали, так сказать, во времена, в начале 20 века тоже, императорской России, когда был бум экономический, тоже во многом так это происходило. Сейчас эта модель очевидно нереализуема. Нереализуема. Не будет западных инвестиций, не будет западных технологий. По политическим причинам. В этих условиях предыдущая социально-экономическая политика, она по сути дела почти растворяется как-то, занимается мелкой настройкой инструмента, которую точно придётся выбросить на свалку. Что произойдёт дальше, скажу честно, я не боюсь предсказать. Менять экономический блок правительства, извините меня, он связан с огромной частью элиты всей, это будут такие фундаментальные изменения. Плюс с неизбежностью вот эта гибридная атака Запада на Россию, она обострится в 2006 году, связанная с парламентским выбором, удар будет неизбежно. Вот эта вот часть хамомна, она выступит против политического руководства страны. И в этих условиях... По типу болотной площади вот точно. Да, да, да. Ну, будут другие технологии, так сказать, там так далее. Значит, и в этих условиях руководство страны окажется перед необходимостью обратиться за поддержкой к населению более непосредственно. Обращаться к миллионам можно только через идеологии. Сначала народу, без сомнения, предложат такой максимально бюрократизированной бюрократизированной национализм. Для того, чтобы, ну, как бы, не дать силушки, так сказать, воле русского человека разболтаться. И одновременно произойдет вот эта стремительная идеологизация элит. Честно сказать, у нас 15-20 лет последние элиты были антиидеологичны. Или прикидывались чайниками. Вот кем нужно... Да, потому что наши элиты во многом построены, ну, честно сказать, на разворовывании страны. А для того, чтобы украсть у пенсионеров, у ученых, у учителей и врачей, нужно обоснование. А для этого нужно назвать это все народ бытлом, так сказать, там, и так далее. А вообще любая идеология, все-таки система ценностей, она говорит, что элита должна служить стране, а не просто ее обирать. И вот если возникнет этот большой вызов, тогда от элиты потребуется мобилизация. И вот тогда и наступит эта настоящая идеологическая борьба, предсказать которую я не берусь. Сергей Сергеевич. Вообще тот образ России, который Сергей сейчас нарисовал, очень талантливый, как всегда, я бы не хотел жить в такой стране. Это точно совершенно. Как бы она... Я тоже не хотел бы, потому что она означает, что на России агрессия. Я просто говорю, что вот эмоционально мне стало страшно от того, что ты рассказал. Действительно. Может, ты прав, я не знаю, но вот... Страшно. Но времена не выбирают. Разумеется. Я хочу среагировать на то, что вы сказали, Виталий Викторович, что вот такие периоды бывают, ну, застойные, тихие, спокойные, а потом Россия опять как-то взрывается. Но они бывают очень благоприятные для России. Это самые лучшие вообще периоды. Ну, например, пореформенная Россия после освобождения крепостного права до Первой мировой войны. Огромные успехи во всех сферах. Но самые большие успехи России, они в такие периоды. Никогда в период какой-то жесткой мобилизации. Они именно в такие. Мы сейчас ведь еще проедаем советское, так сказать, во многом наследие. Во многом. Вот. А по поводу вот вашей метафоры, которая вот так понравилась Российскому Владимиру Владимировичу по поводу Хамона и Крыма, я, честно говоря, не понял. Вот, предположим, есть некто, кто не согласен с позицией Российской Федерации по отношению к Крыму. Ну, предположим. Это же не означает, что он автоматически выбирает Хамон. А может быть, у него другие резоны. И его дилемма совсем другая. Совсем другая. Не Крым или Хамон. Вот и дилемма звучала именно так. Ну, это просто какие-то негодяи просто. Больше никто. Мы за вами согласны. Если сейчас... Ну, эти негодяи, большинство зил болотной оппозиции. Если имена мы начнем... Понимаешь, Сережа, это самые громкие имена. Сережа, я был на болотной площади, я пришел на эту демонстрацию. Знаешь, когда я там увидел людей моего возраста, моложе, доцентов, профессоров, полунищих, потертых пальто, и так далее. Какие-то там миллионерши, может быть, где-то были. Была тихая, спокойная демонстрация. Тихий, спокойный ОМОН. Было только очень холодно в тот день. И ничего такого опасного в демонстрации оппозиционной нет. Это нормально. Должны быть такие демонстрации в любом обществе. Мне так кажется, что центральные проблемы это не проблема страшного русского национализма или там чего-то, или страшного русского либерализма, или гибридной атаки США, а вот ухудшающегося постоянно качества жизни, которое я вот наблюдаю, вот вы говорите, вы в академических кругах, да я в академических кругах, да мы люди, так сказать, которые живут, ну, не хамоном во всяком случае, это точно. Не хамоном в едином. Ну, во всяком случае, не хамоном в едином точно. Я вам должен сказать, что вот ухудшается постоянно качество жизни обывателя, простого человека. Я вот об этом говорю. Меня вот это пугает. А что касается Европы, то вы не пугайте. Я специалист по Германии, диссертацию защищал. ХДС, ХСС – неправая партия. Это умеренная и центристическая. И ее победы где-то. Это нормально. Не будет никогда Марина Ле Пен президентом Франции. Они сплотятся. Люди Саркази и Оланд сплотятся и не дадут ей. Они уже объявляют, что они будут заключать соглашение. Поляки, поляки. Это на региональных выборах. Да это были региональные выборы. Я говорю, президент, Саркази уже сейчас идет на волне. Все, что крайне право. Что касается ХДС, ХСС, вы последнее заявление ХДС, ХСС, как специалисты видели? ХДС, точнее, вот даже. Я бы сказал. Там, между прочим, заявление очень жесткое. Я знаю, меня еще в 60-е годы Европу. Я могу сказать, что тот же Ярослав... Я один из них. А жалко. Ее много раз хоронили. А мне как жалко Европу. Я люблю Италию. Во всех ее... Я люблю Париж. Она сохранится, не волнуйтесь. Она сохранится. Нет. Она сохранится. Не надо. Собор сохранится. Площадь. Только там будут по другим законам жить другие люди. Может быть безопасно посидеть в парижском кафе. Вот вопрос. Можно будет. Можно будет. Я очень верю в то, что Европа – это не то, что вчера родилось, а родилось это много назад. И она постоит за себя. Европа не разложена. Европа не является каким-то там, я не знаю, вассалом Соединенных Штатов Америки. Это очень важное направление, очень близкое нам. Русский нас... Только тогда русский, когда он европейец, сказал славянофил Достоевский, между прочим. Юсакей, сейчас вы... Другая зона Европы. Затейли? У меня к вам один вопрос. Роконсовец, вы по-своему любите Европу? Я по-своему. У меня один вопрос. Сходимся мы здесь. А вот как это может быть так? Просить у России помощи? Ну, это просто ЛАН прилетел со помощи. Просить в борьбе, в войне против терроризма, неважно, как его отчеркивать. И при этом не снимать санкции с России. Вот я против вас санкции вел, и тут же прохожу, дай 100 рублей взаймы. Вот это по-европейски. Это такой... Это новоевропейский. Картезианский ум такой. Нет, почему? Был такой Пейд Пушкин, да, в начале 19 века жил. Он написал однажды, что Европа по отношению России сколь невежественна, столь и неблагодарна. Я готов сказать, что да, часто так бывало. А, все. В нашей истории часто так бывало. Россия не обманывалась от нас. Ну, я думаю, что Россия и Европа должны найти общий язык. Не рвать, а найти общий язык. Мы христианское становилось. У нас очень много европейских ценностей, общих ценностей с Европой. И не только один, но Виталий Третьяков любит Италию, но и, я думаю, миллионы и миллионы русских людей любят Италию, Францию, Германию. Для меня это вторая родина, понимаете? Как и Россия, я их не разделяю совершенно. Я думаю, что очень многие российские интеллигенты так же думают. И обижаться на Улан-Дон-Адой, и проучать надо, конечно, и отвечать надо. Но я думаю, что исторический наш союзник – это Европа. Вот если так мыслить большими категориями. У европейской элиты существует огромный запрос. Если только она это понимает. Часто не понимает. Но с этим надо работать. Юрий Сергеевич, а можешь спросить совсем простой вопрос? Вот в Европе сейчас в чем нам союзник? Вот в наших проблемах, ныне существующих, европейцы нам в чем-то помогают? У нас проблема разгром Украины. Они только мешают. У нас проблема терроризм. Они, как известно, только мешают, продолжая громить ближневосточные страны. У нас проблема с санкцией. Как известно, они нам только мешают. У нас необходимость модернизации. Как известно, они не хотят нам помогать. Можно сказать? Я хочу быть европей, Европу, союзников. Но это нельзя без сотрудничества. Я вам отвечу. Во-первых, я совсем не так вижу, как это говорите вы, но времени нет. Но я вам должен сказать, что да, сейчас очень тяжелые времена. И Европа во многом виновата перед нами. Бессловно, как и мы перед ней. Тут взаимные есть, так сказать, обиды. Я говорю об Европе как историческом нашем союзнике. Вот тут Виталий Тойч любит поговорить о цивилизациях, о конфликте цивилизации и так далее. То вот при всем отличии от Европы нет ничего более схожего. Для России это наиболее схожая цивилизация, поскольку нас объединяет христианство. Основа культуры и их, и наши. Европа разная, да, что фирм христианство, на самом деле. Она же очень разная. Я не вижу никакой другой, более близкой нам цивилизации. И мы должны искать добычасть европейской цивилизации. Это бесполезно. Во многом, да. По ходу разговора сегодняшнего я чувствую, я помню аналогичные разговоры, когда в какие-то еще годы пытались мы подвести итоги прошедшего года, обрисовать перспективы, как одни говорится, года наступившего. Ну и по сумме событий. Это 2015 действительно был годом отнюдь нерядовым. Отнюдь нерядовым. Его неординальность с 2016-2017 снивелирует ли, стушует, мы не знаем сейчас. Но на данный момент он, безусловно, нерядовой. И вот то, что спадает эта шелуха политкорректности и толерантности, что вопросы встали в 2015-м во всей своей статье, и они заставляют политиков наконец-то даже лингвистически, вербально отвечать на них честно или пытаться, а не так, как раньше. А уж не говоришь о том, что принимать решение, хотя бы предварительное, как попытку делать, это совершенно очевидно. Так что я удовлетворен ходом передачи. Мы действительно многое сумели сказать вместе о 2015-м годе. И даже очень многое еще о 2016-м. Время, как известно, непрерывно. В этом смысле мы никаких законов логики и времени не нарушили. Посмотрим, что будет в этом году, в том числе и с помощью наших передач. До свидания, до новых встреч, пока мы что делать. Субтитры создавал DimaTorzok